Детский церковь, но может быть там еще что-то? Или вы не знаете? Точно не знаю. Точно не знаете. Ну хорошо. Хорошо. Со стороны мамы. Да, а бабушка, бабушка, значит, вот скажем так, значит, гены существуют, вы поймите, ген аутизма, он существует. Так вот, папа, папа, конечно, вы получили от папы. Не от мамы. Мама у вас энергичная женщина. А папа, конечно, частично, значит, он сам аутист. У него есть аутистические какие-то проявления, вот это вот неумение, непонимание, отсутствие, понимаете? Кстати, а у него проблем в жизни не было? Ну, в жизни вот таких проблем, сложности вот в общении, из-за его вот этого восприятия, понимаете? Это соответствующее восприятие мира. Были. Какие? Ну, он, у него была защита, он был саркастичным, то есть он не подпускал к себе людей. Ну, в общем, папа, конечно, папа передал вам. А папа от кого получил, как вы думаете, от дедушки или от бабушки? Я думаю, что даже не знаю, не могу точно сказать. Но вы бабушку-то знали? Бабушка, да, тоже холеричная женщина. Холеричная, то есть она более активная, да? Да. Значит, скорее всего, дед, да. Скажите о подробности, что произошло с дедом, в каком возрасте, почему его, если он был хороший, добрый, если он был не алкоголик, если он был не хулиган, как он мог попасть в такую ситуацию, что его убили? Мне про дедушку очень мало рассказывали. Да. Ну, я думаю так, что, скорее всего, если бабушка холерик, это уже полная противоположность аутизму, понимаете? Там люди в себе, в себе. Значит, скорее всего, носителем деда был дед. И то, что он, будучи хорошим, понимаете, это говорит о том, что он, в общем-то, плохо в реальности ориентировался. Почему? Потому что одно дело, если это алкоголик, обязательно такая компания, вот, и там очень часто несчастный случай. Либо человек пьяный тонет, либо попадает под машину, либо в драку идет по пьяному, понимаете, их там, либо сигаретой засыпает, сгорает и так далее. Это часто. Дед не был алкоголиком. Значит, у него, по-видимому, вот, было тоже проблемы с восприятием, с, скажем так, с оценкой внешнего мира. Это мое предположение, вот. Поэтому я предполагаю, конечно, что бабушка холерик, она ни в коем случае не носитель. Значит, скорее всего, дед, папа, видите, а тетя, наверное, больше в бабушку пошла, вот. Ну, и вы, да. И, в принципе, в принципе, в принципе, через некоторое время, когда ваши сводные, там у вас сестры или братья? Сестры. Сестры, вот. Вот там тоже. Может быть, если, например, одна из сестер ваших по отцу, тоже что-то будет в этом духе. Вот. Значит, конечно, тогда это все идет от отца, понимаете. Ну, хорошо, это мы разобрали. Скажите, а как вам относились родители? Вас любили или в связи с особенностями вашего характера, вот, особенно мама, требовала? Мама меня любила, но она устраивала истерики и очень легко злилась. Легко злилась. Скажите, а вы реагировали на мамины истерики или они вас проходили мимо? Я уходила в себя и просто игнорировала их. Просто игнорировали. Хорошо. Хорошо. Ладно. Скажите, значит, после окончания этого колледжа, да, колледжа, вот, вы устроились на работу? Да. И сколько вы уже работаете? Три года, получается. Как на работе? Все сложно на работе? Я очень легко отвлекаюсь на свои фантазии, поэтому бывает, что да. Ну, хорошо. Расскажите немножко еще о фантазиях. Какие у вас фантазии? Ну, это может быть та же ситуация, в которой я нахожусь, но немножко видоизмененная. Ну, к примеру, вот, проиллюстрируйте, тогда будет понятнее. Ну, значит, какой-то пример. Один из таких реальных примеров. Например, когда со мной пытаются общаться люди, и я должна на это как-то реагировать. У меня нет эмоций соответствующих. И в моей голове просто они рисуются. И я представляю, что я на это реагирую как нормальный человек. То есть вы только представляете, но с людьми вы не можете общаться? С людьми нет. Сложно, да? Да. Скажите, а вы лечились? Сейчас лечусь. Сейчас лечитесь. У кого? У психиатра, да? Да, у психиатра. Ну, и какой диагноз? Вот это шизоидное, да, поставил? Да. И чем лечит? Венлофоксин, аланзапин. Венлофоксин и что еще? Аланзапин. А, аланзапин. Какая доза аланзапина? 5 мг. А венлофоксин с какой целью и какая доза? Точную дозировку не помню. Три таблетки в день. Это в таблетках, не в капсулах? Да. Скажите, а вы же помните, мне сказали, значит, шизоидная психопатия или расстройство личности и депрессия. А что, у вас такие депрессии есть или у вас же депрессии нет? Думаю, что есть. А в чем она проявляется? Сниженное настроение и тяжесть на груди и постоянная тревожность. Хорошо. Венлофоксин помогает или нет? Поначалу помогал, сейчас уже нет. А как помогал? Как только начинал его пить, у меня сразу же стало все немножко получше, а потом пошел на спад. Ну, правильно. Вы знаете, я вам скажу так. Не знаю. Я, конечно, аутизмом не занимался. И вот с шизоидной психопатией у меня были пациенты, и разные были. И с полу... Вы понимаете, у меня был один, я вспоминаю, пациент, у которого, в общем-то, фантазия была уже на грани где-то с бредом. С бредом. С бредом. Но он работал. Он работал этим вот администратором сетей и так далее, и так далее. Но вот он жил одной идеей. Он увлекся одной немецкой певичкой. Певичкой. Не знаю, певица она или певичка. И он даже, он даже настолько... Он жил ею. Все. Он жил. Он с ней разговаривал. Он мне рассказывал. Вот я с ней разговариваю. Вот я ее вижу, я с ней разговариваю. Он даже заплатил колоссальнейшие деньги. А она зарабатывала тем, что она... Вот она приехала. Этот человек жил в России. Этот человек жил в России. И каким-то, значит, по-моему, в Москве. И эта певица, в общем-то, за деньги, за деньги встречалась со своими почитателями. И он заплатил большую сумму, и он с ней встретился. Он даже показывал мне эти фотографии ее. Но самое страшное, самое... Он был счастлив. Вот это вся его жизнь. Вот эта певица, вот это была его жизнь. Я беседовал с женой, спросил по поводу секса. Абсолютно никакого секса. Но он все-таки работал этим системным администратором. Абминистратором, да? Знаете, что это такое? Вот эти сети, сети компьютерные. Но у него это, значит, вот... Вот это его основная идея. Основная идея это певица. Я уже забыл ее фамилию. Я знаю только, что она немецкая певица. Вот, из Германии. Он говорит, я прямо-прямо... Я жил с ней, я с ней постоянно беседовал. Я ее видел. Ну, фантазии, понятно, понятно. И он, значит, естественно, исчез. Ему ставили какой-то диагноз не тот. Вы знаете, я вам что хочу сказать? Вот. Только ответьте мне, вот, абсолютно как на духу. Сколько вы лечитесь уже оландзапином и генофоксином? Год. Год. Вы что-то почувствовали? В конечном итоге? Через год? Нет. Правильно. Вы знаете, я бы вам бы... Это мое, может быть, я не буду. Значит, лечащий врач у вас есть, он и будет вас лечить. Вот. Я бы... Вам бы вообще, может быть, и не советовал бы это все принимать, но я не вмешиваюсь. Почему? Потому что, в общем-то, аутизм, он медикаментами не лечится. А у вас, конечно, аутизм. Аспергера. Аспергера. По новой классификации будет просто расстройство аутистического спектра. Это аутизм. Почему? Потому что, по-моему, исчезает на психопатия в новой, там, я еще не смотрел, исчезла. Там пять этих, вот, расстройств личности исчезает. Параноидальная. Вот. Исчезает асоциальная. Исчез, значит, скажем, нарциссическая психопатия. Вот я не знаю, шизоидная исчезла или нет. То есть, просто он будет личностной расстройств. И раньше было пять вот этих, значит, параноидальная, шизоидная, асоциальная, значит, избегающая психопатии. По-моему, ананкосическая пять. Они сейчас исчезли. Там осталось только этот вот бордерляйн эмоциональный, нестабильный и все конкретно по названию. Значит, по сути дела, по сути дела, назовите так, аутизмом, назовите, помните, я вам зачитывал, там пишется почти всегда во взрослом состоянии, это синдром Аспергера. Но уже и Аспергера не будет, уже не будет этих подразделений. Аутизм и все называется заболевание аутистического спектра. Не знаю, я не знаю, в какой стране вы живете, да, и никто не должен знать. Но вам, в общем-то, нужно так, лечиться не просто у психиатра, а все-таки найти специалиста, который занимается, специализируется именно на аутизме. И, скорее всего, там надо какие-то, вы понимаете, вот я знаю, что в Германии, по наслышке, я не специалист в этой области, здесь все-таки каким-то образом есть специалисты, психологи, которые занимаются этой проблемой. Каким-то образом они пытаются адаптировать аутистов к реальной жизни. А самое главное, самое, с моей точки зрения, самое главное, это все-таки у вас правильный выбор профессии. Я так и не понял, вот чем вы занимаетесь во время, вот, ну, профессионально. Вот ваша, круг ваших обязанностей. Связанное с бумагами. С бумагами? То есть отдельно, да. С бумагами. Скажите, вам доставляет удовольствие эта работа? Да. Доставляет. А что же вам там, значит, это удовольствие доставляется с бумагами? Я люблю монотонный труд. Монотонный, да? Да. И там, и самое главное, это работа не с живыми людьми, да? Да. А вот именно с бумагами. Вы что, в компьютере, да? Ну, в том числе. Да. Вам, может быть, действительно надо найти, вот, понимаете, то есть какую-то специализацию. То есть, не знаю, я думаю, что в вашей стране вы тоже можете найти специалиста, который поискать, который занимается проблемами аутизма. И там, скорее всего, нужно, я не знаю, как он может повлиять, это список. Я, честно говорю, я нигилист в этом отношении. Но, по крайней мере, профессионально, профессионально, вот, вам, конечно, надо будет дать какую-то консультацию. И в профессиональном плане вы должны работать в определенной какая-то... Вот там, там, понимаете, вы хоть там будете счастливы. Вот там будете счастливы. Антидепрессант и, значит, антипсихотик, не знаю. Сомневаюсь. Понимаете, это же не шизофрения. Значит, так, если говорить, как идет классификация. Это интроверт, шизоид, аутист и на самом крайнем фланге шизофрения. Вот так. Но эти заболевания отличаются не по количеству. Понимаете, по количеству так. Значит, интроверт, шизоид, аутист и шизофреник. То есть, казалось, значит, это легкая форма, это уже средняя форма, это уже чуть убой. А это вообще... Нет. Это качества разные. Это разные качества. Это не по количеству, а по качеству. Вот. Но, честно вам хочу сказать, честно вам хочу сказать, я никогда не занимался аутизмом. Я знаю, что за шизоидом. У меня были шизоиды. Мой опыт показывает, никакие антидепрессанты, никакие антипсихотики не помогают. Но, но, поскольку у вас есть врач, это просто психиатр, да? Да. Вот. Не знаю. Вот. Все-таки, 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 я бы поставил вам бы расстройство аутистического спектра. Это несомненно так оно и есть. Вот. Пусть будет даже и шизоидная, но она, по-моему, уже исчезла. Не утверждаю в новой классификации. Уже этого диагноза не будет. И вам, в общем-то, нужен специалист, который занимается именно вот аутизмом. Причем, причем, там, я даже не знаю, в каком направлении они будут работать. Честно говоря, я не занимался этим. Никогда. Вот. Во-первых, чаще всего аутисты – это дети. Я уже, скажем так, потому что все-таки аутизм до 18 лет занимаются детские психиатры. Подростковые психиатры. Вот. С Аспергера я встречался. И, в принципе, вот они похожи. У вас, конечно, довольно такая выраженная форма. Понимаете, почему? Вам все-таки тяжело. Но вы можете существовать. Кстати, кстати, а вот у вас есть молодой человек. Это первый в вашей жизни молодой человек? Да. Ну, и как у вас? Он вас понимает? С большим трудом, но, да. Пытается. Пытается. Как долго вы с ним в отношениях состоите? Два года. Два года. У вас конфликтов нет? На протяжении двух лет есть, да. Не вы инициаторы, он? Да. Вы вообще не конфликтная личность? Нет. Абсолютно. Значит, он, он, он. А он хоть понимает, что у вас и как у вас? Да, вот в последнее время, да. Вы ему сами объяснили, или он сам дошел до этого? Сам, сам. Скажите, у вас не сложилось впечатление, что у вас, что он может вас покинуть? Я об этом не думала, если честно. Какие у вас планы вообще? Мне сложно смотреть в будущее, где я с кем-то вместе, поэтому у меня разрозненные образы. А вообще, какие планы не в плане личной жизни? В личной жизни у вас всегда будут, вы понимаете, вам важно вот, что вам важно найти человека, насколько я правильно понимаю, я не специалист по лечению аутистов. Самое главное найти человека, который будет понимать. А может быть и аутиста. Может быть. Может быть. Который будет в этом отношении понимать и не будет при... Потому что, понимаете, если взять здорового человека, ему будет сложно. Он не поймет. Вот так вот, вот все те проблемы, которые вы испытывали в детском саду, в школе, в колледже, на работе. Кстати, вы же работаете не одна, там, видимо, какой-то отдел статистический, да? У вас есть коллеги или нет? Есть. Есть. Ну, у вас с ними конфликтов нет или у вас не будет ни с кем конфликтов? Конфликты будут, будут вот по отношению к вам будут там, вот. Значит, каким-то образом все тихо, спокойно или все-таки вы чувствуете какое-то непонимание, недопонимание, какая-то критика со стороны? А, недопонимание, да, но главное, чтобы меня не трогали. Вот главное, чтобы вам не трогали. Вот самое главное и в личной жизни. Понимаете, вот вам найти молодого человека, не знаю, может быть, и этот человек вам подойдет. Но с моей точки зрения, вам надо найти человека, который сам тоже будет немножко аутизмом. Вот тогда вы будете жить, каждый будет жить в своем, что-то будет, конечно, общее, что-то будет общее. Скажите, а вы планируете детей вообще? Нет. Нет. Почему? Я не представляю себя в роли матери. Я вам вот что хочу сказать. Может быть, вы и правы. Но вы молодая еще. Понимаете, сегодня в 21 год вы не планируете, вы себе не представляете. А что будет в 30? А что будет в 38 лет, никто не знает. Но я вам вот что хочу сказать. Конечно, вы должны отдавать себе отчет вот в чем, что с особенностью вашего восприятия мира. Естественно, мало того, что вы можете и гены передать, можете. Можете и нет. А можете и да. То есть тут только Господь Бог знает. Но как вы будете воспитывать? Значит, ребенок не будет чувствовать этой любви. Он не будет чувствовать то, вот скажем так, вот то, что вы от отца чувствуете, вот, вот то будет чувствовать и ваш ребенок. Ну, я думала об этом, да. Да, поэтому, может быть, ваше решение и будет правильным. Вот. В плане Евгеники. Слышали? Знаете, что такое Евгеника? Нет, не помню. Не знаете. Евгеника – это наука об улучшении физического и душевного здоровья человека. Но она и направлена также и на животноводство, там, улучшение породы, значит, скажем, такого скота, которые, или животных, которые, значит, продуктивность, там, мясо молочное и так далее. И в растении в водстве. Но эта наука, эта наука, она была скомпрометирована, опять же, нацистами. Они взяли ее на вооружение, хотя, по сути дела, Евгеника никогда не пропагандировала уничтожение. Они здесь местные. 활ющие бюджеты.